Над Европой нависло загадочное радиоактивное облако. Ученые зафиксировали повышенное содержание изотопа рутения-106 в атмосфере на целом рядом государствах Германии, Италии, Франции. Однако откуда взялось это облако и что послужило причиной его появления, пока никто точно сказать не может. Французские специалисты предположили, что утечка радиоактивного элемента могла произойти в конце сентября в России, где-то между Волгой и Южным Уралом. Скорее всего, речь идет об инциденте на одном из ядерных объектов. Во время работы с материалами, содержащими рутения-106, что-то пошло не так и в атмосферу попали радиоактивные вещества, считает представитель Института ядерной безопасности Франции. По его мнению, вероятность аварий на АЭС исключена, поскольку тогда радиация была бы гораздо выше. Инцидент мог произойти, например, на одном из предприятий по переработке радиоактивных материалов, полагают ученые. Что действительно вызывает беспокойство, так это то, что по прошествии целого месяца мы до сих пор точно не знаем, откуда же взялась эта радиация, говорит независимый эксперт Брюно Шарейер. Власти России в ответ на запросы европейских стран заверили, что никаких инцидентов на ядерных объектах зафиксировано не было. Также следует отметить, что доля Рутения-106 в атмосфере не представляет угрозы для здоровья людей. Два года назад в эфире НТВ впервые были показаны уникальные кадры из частных архивов, о существовании которых ранее никто не догадывался. Это предсказания великой прорицательницы Ванги, которыми она поделилась незадолго до смерти. Слушайте меня! Слушайте! То, что она говорила, казалось фантастикой. Многое на тот момент было попросту непонятным. 2011 год будет особенным. Люди изменятся. И весь мир изменится. На севере прольется химический дождь, от которого умрет все живое. Что означали эти слова? Стало ясно лишь после того, как предсказания стали сбываться. Начало катастроф весна 2011 года. Мощнейшее землетрясение. Цунами. Авария на Фокусине. Радиация. Ядовитые дожди. Угроза всему живому. В точности, как говорила, провидица. Впрочем, это еще не все. У предсказания было страшное продолжение, в которое до сих пор мало кто верил. Самое главное пророчество Ванги. Весной начнется война на Востоке. И будет третья мировая. Грядет апокалипсис. Химическое оружие. Пустая Европа. Именно в марте 2011 года начались волнения в Сирии. И именно Сирию упоминала Ванга в своем пророчестве о грядущем апокалипсисе. Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают, скоро ли придет это время? Нет, не скоро. Еще Сирия не пала. Сирия рухнет к ногам победителя. Но победитель окажется не тот. Что это значит? И о каком времени говорила провидица? Весной начнется война на Востоке. Война на Востоке, погубившая Запад. Будет третья мировая. Грядет апокалипсис. Неужели Ванга вновь оказалась права? Американцы развязывают третью мировую войну. Почему она считала, что события в Сирии могут стать началом конца для всех остальных? На самом деле это лавина. Что она видела? И о чем пыталась предупредить? Безусловно заполыхает все вокруг. Борьба за Сирию имеет огромное мистическое значение. Что будет после Третьей мировой? Шестнадцатый год. Пустая Европа, холодная. Война в Сирии. Химическое оружие и угроза вооруженного вторжения сил НАТО. Что это? Простое совпадение? Или страшные предсказания действительно стали сбываться? А Третья мировая уже началась? Откровение Великой Пророчицы и свидетельство военных экспертов. О чем говорила нам Ванга? И какой будет эта война? Сегодня в нашей программе. Война в Сирии. 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 Продолжение следует...